Притча о неверном Управителе В исполнении проекта «Слушай, молись, размышляй» Иисус сказал Своим ученикам Управляющий одного богатого человека Был обвинён в растрате имущества своего хозяина Хозяин вызвал его к себе и сказал «Что это я слышу о тебе? Представь мне отчёт о своём управлении Потому что ты больше не можешь занимать эту должность» Управляющий подумал «Что же мне теперь делать? Хозяин увольняет меня Идти копать у меня нет сил Просить милостыню стыдно Но я знаю, что мне сделать Чтобы, когда меня отсюда уволят Нашлись люди, которые бы приняли меня к себе И он стал звать одного за другим должников своего хозяина Первого он спросил «Сколько ты должен моему хозяину?» «Сто бочек оливкового масла?» Ответил тот Управляющий сказал ему «Возьми свою расписку Садись быстро И переделай на пятьдесят Затем он спросил второго должника А ты сколько должен?» «Сто мешков пшеницы», — ответил тот Управляющий говорит ему «Возьми свою расписку И переделай на восемьдесят» И хозяин похвалил «Нечестного управляющего За его находчивость Ведь дети этого мира Сообразительнее в делах Себеподобными, чем дети света И я говорю вам Приобретайте себе друзей С помощью богатства Этого неправедного мира Чтобы, когда оно иссякнет Вы были приняты в вечные обители Кто верен в малом Тот верен и в большом И кто не верен в малом Тот не верен и в большом Поэтому Если вы не были честными В обращении с земным богатством То кто доверит вам истинное? Если вы не были честны С имуществом другого То кто доверит вам Ваше собственное? Ни один слуга Не может служить двум господам Он или одного будет ненавидеть А другого любить Или же одному будет предан А другим станет пренебрегать Вы не можете одновременно служить И богу И богатству Субтитры создавал DimaTorzok Иисус сказал своим ученикам Управляющий одного богатого человека Был обвинен в растрате имущества Своего хозяина Хозяин вызвал его к себе И сказал Что это я слышу о тебе? Предоставь мне отчет О своем управлении Потому что ты больше не можешь Занимать эту должность Управляющий подумал Что же мне теперь делать? Хозяин увольняет меня Идти копать у меня нет сил Просить милостыню стыдно Но я знаю, что мне сделать Чтобы когда меня отсюда уволят Нашлись люди, которые бы приняли меня к себе И он стал звать одного за другим Должников своего хозяина Первого он спросил Сколько ты должен моему хозяину? Сто бочек оливкового масла Ответил тот Управляющий сказал ему Возьми свою расписку Садись быстро И переделай на пятьдесят Затем он спросил второго должника А ты сколько должен? Сто мешков пшеницы Ответил тот Управляющий говорит ему Возьми свою расписку И переделай на восемьдесят И хозяин похвалил Нечестного управляющего За его находчивость Ведь дети этого мира Сообразительнее в делах Себеподобными Чем дети света И я говорю вам Приобретайте себя друзей С помощью богатства Этого неправедного мира Чтобы когда оно иссякнет Вы были приняты Вечные обители Кто верен в малом Тот верен и в большом Поэтому если вы не были честными В обращении с земным богатством То кто доверит вам Истинное Если вы не были честными С имуществом другого То кто доверит вам Ваше собственное Ни один слуга Не может служить Двум господам Он или одного будет ненавидеть А другого любить Или же одному будет предан А другим станет пренебрегать Вы не можете одновременно Служить и Богу И богатству Субтитры создавал DimaTorzok